Здравствуйте! Вы смотрите Аналитику Дайджест на канале Витражи о вере в красках. Благодарительные акции к Пасхе проводят епархии Украинской Православной Церкви. Верующие готовят подарки для детей и взрослых, чтобы поделиться с ними пасхальной радостью. Днепропетровская епархия начала сбор подарков для детей с диагнозом ДЦП и подопечных Приднепровского гериатрического пансионата. Сбор продуктовых подарков для заключенных объявили в Ровенской епархии. Прихожан храмов города Ровна просят приносить на пасхальную службу куличи, крашенки и другие продукты, которые после освящения будут переданы тем, кто сейчас отбывает наказание. Могилев-Подольская епархия приступила к выпечке куличей в рамках благотворительной акции с заботой о каждом. Пасхальное угощение готовят в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы. Иршавское молодежное братство Мукачевской епархии занимается подготовкой к изготовлению пасхальных куличей, которые накануне праздника будут розданы нуждающимся, переданы в больницу, социальные учреждения и даже в тюрьму. По традиции пасхальную выпечку члены братства волонтеры готовят несколько дней, начиная со Страстного понедельника. А в прошлом году они испекли и раздали нуждающимся 10 тысяч пасхальных куличей. Больше новостей о жизни Украинской Православной Церкви можно найти на портале Православная Жизнь, которая осуществляет свою деятельность по благословению блаженнейшего митрополита Ануфрия. Епископ Сербской Православной Церкви призвал усилить международную защиту сербских святынь в Косово. Епископ Феодосий Шибалищ обратился к международной общественности в связи с угрозами сербскому духовному и культурному наследию в Косовой Метухии. По словам владыки, отношения между косовскими албанцами и православными сербами еще никогда не ухудшались настолько стремительно. Церкви разрушаются, грабятся, оскверняются. Местные сербы подвергаются нападениям, гонения на православных, организованные в местных СМИ. Владыка сообщил, что иностранные представители упорно заявляют о царящей в Косово этнической и религиозной гармонии, хотя, как уже было сказано, отношения между сербами и албанцами еще никогда так не ухудшались, как сейчас. Несмотря на формальное наличие в законах Косово определенных гарантий защиты объектов сербской православной церкви, они регулярно не соблюдаются, как не уважается и официальное название сербской православной церкви. Наше наследие, которое веками сохраняло самобытность нашего народа, культуру и религию, теперь институционально находится под угрозой не только в дичанах, но и повсюду в Косово и Метухии, подчеркнул глава епархий. Своим обращением он хочет привлечь внимание общественности к тому, что ни братья высоких дичан, ни вся епархия не чувствует себя в безопасности. А в диалоге Белграда и Приштина Иерарх предложил рассмотреть дополнительные меры для защиты сербской православной церкви и ее верующих, как важную предпосылку для решения существующих проблем в Косово и Метухии. Раскольники захватили храм канонической церкви в Мельницкой области. Рейдерам удалось провести незаконное голосование о так называемом переводе храма села Цветока в ПЦУ и перерегистрировать общину. Атаки раскольников на каноническую церковь в селе Цветока начались в прошлом году. Пять раз они пытались перерегистрировать общину, получали отказ в государственных органах, а вот 14 февраля 2021 года активисты ПЦУ провели сборы жителей села, которые единогласно, в кавычках, безусловно, проголосовали за переподчинение храма раскольникам. По словам настоятеля храма, протеерея Георгия Кимийчука, раскольникам удалось провести это незаконное собрание жителей села с голосованием о переводе храма в ПЦУ и перерегистрировать общину. 18 апреля 2021 года религиозные рейдеры срезали замки на двери храма, установили новую и возле богослужебного здания поставили свою охрану. Община Украинской Православной Церкви намерена защищать свои права в суде. Настоятели-прихожане решают сейчас, где будут совершать богослужения. Пасхальная корзина подорожала. Согласно исследованию Национального научного центра Института аграрной политики, стоимость пасхальной корзины в этом году будет почти на 26% выше, чем в предыдущем, и составит 780 гривен. Сюда входят куличи, яйца, колбаса, сливочное масло, мягкие твердые сыры, и все это, по словам специалистов, подорожало почти на треть. Самый большой рост в цене показали куриные яйца, так что праздничный стол в этом году обойдется дороже. Но, надеюсь, это не омрачит нам праздника Светлого Христового Воскресения, ведь дело не в куличах или другой еде, а в настоящей радости новой жизни с Богом. Безбожники Полтавы требуют убрать из города билборды с блаженнейшим митрополитом Ануфрием. По какой-то неведомой причине пропагандисты из РИСУ называют этих безбожников патриотами, рассказывая о странной инициативе некоторых депутатов местного горсовета. Всю эту шумиху поднимает депутат Руслана Базалук от партии Европейская Солидарность, основатель которой Петр Порошенко был одним из отцов организации ПЦУ. Ей не просто хочется убрать билборды с предстоятелем канонической церкви, но и провести, как она выразилась, профилактическую работу с теми компаниями, которые предоставляют рекламные услуги. Цель, как она пишет, избежать проявления антигосударственной пропаганды. Но постойте, такое откровенное разжигание, которое демонстрирует полтавская представительница ЕС Европейской Солидарности, как раз самая настоящая антигосударственная пропаганда. И молчать об этом не стоит. А блаженнейший митрополит Киевский всея Украины Ануфрий из билбордовой в жизни напоминает нам о мире и Божьей любви. Увы, церковь снова проходит через период гонений. Важно твердо держаться упования нашего. Кстати, на канале «Ветражи о вере в красках» вышел первый фильм митрополита Антония Поканича о новомучениках. Он посвящен новомученику-священнику Александру Глаголеву. Посмотрите обязательно. И не забудьте подписаться на канал «Ветражи о вере в красках». До скорой встречи.